Уважаемые читатели, я собрался написать новую книгу, в которой максимально просто собираются изложить знания о законах развития нашей души, о том, что называется «Судьба. Связь, причины и следствия». Ну и часть той информации, которая будет в книге, я решил разместить на ютубе, чтобы книга не только быстрее усваивалась, но и чтобы быстрее появились практические результаты. Время сейчас такое, что оттягивать нежелательно. Поэтому фрагменты из новой книги я предлагаю вашему вниманию. Надеюсь, это будет интересно. Опять возвращаемся к энергетической конструкции человека. У каждого из нас есть запас энергии, на всякий случай. Это нужно для адаптации к новым неожиданным условиям. И, кстати, что означает хорошее настроение, беспричинная радость, которая часто бывает у человека? Это наличие свободной энергии. А свободная энергия бывает тогда, когда организм сбалансирован. Нервная система, эндокринная, когда и психические, и физиологические процессы протекают нормально. У человека чувство счастья, радости. Причина всегда есть. Только не всегда мы её видим и знаем. То же самое касается плохого настроения. Кстати, пессимизм принято считать, как и лень, стопроцентно отрицательной величиной. На самом деле пессимизм – это та же самая защитная функция. Что такое пессимизм? Это неверие в свои возможности. У кого он появляется? У того, кто в свои возможности бездумно транжирит, расходует налево и направо. Если человек не сбалансирован в энергетическом плане, в плане желаний, то тогда, если он будет чего-то хотеть, а желания у него разнообразные, он просто истощит себя. Не случайно религия периодически предписывала посты. И смысл поста не просто в том, чтобы поесть грибов вместо мяса. Смысл поста – это ограничение желаний, ограничение выброса энергии на свои жизненно важные нужды. Для чего это делалось? Для того, чтобы человек привык, научился жить в режиме ограничения энергетических расходов. Тогда у него энергия будет копиться. Если этой школы нет, то лишнее количество энергии автоматически начинает, помимо уже воли человека, уходить на его желания. Желание заняться сексом, а это огромная потеря энергии. Желание выпить, принять стимулирующие вещества и испытать удовольствие. Ну и так далее. Позиция потребления, потребительства, она приводит к тому, что человек, не умея сдержать желания, находится все время на пониженном энергетическом уровне. Я приводил пример с мармеладками, от которых нужно было воздержаться. Ребенок должен был полчаса просидеть, тогда получал две. Те, кто сумел воздержаться, через несколько десятилетий были на высоких уровнях социальной лестницы. Почему? Потому что для того, чтобы занимать высокий пост, ответственный пост, для того, чтобы управлять деньгами, нужна энергия. Деньги – это, кстати, эквивалент энергии. Если у вас внутри энергии нет, вы денег не получите. У вас деньги развратят и принесут вам несчастье. Проводили эксперименты. Бомжам давали квартиру, деньги. Через несколько месяцев видели их на том же месте. Все было продано, потеряно, обмануто. Потому что человек живет в том режиме, который соответствует его энергетическому уровню. И для того, чтобы достигнуть высоких уровней социального общения, человек должен весьма ответственно относиться к обузданию своих желаний и инстинктов. Вот мы хотим построить гармоничное общество, где будет взаимопомощь, поддержка, справедливость, равенство, любовь – все прекрасно. Мы только не учитываем, что для этого нужен очень высокий уровень социальной культуры, который невозможен у человека невоздержанного, у человека, который свой эгоизм, свое желание употреблять ставит на первое место. Чем ниже уровень культуры в государстве и в обществе, тем быстрее будет, а культура происходит из любви и веры. Так вот, чем ниже уровень культуры, тем ниже энергетический фон. И, соответственно, начинается деградация всего. Всего того, что мы называем цивилизацией. Умирающая культура неизбежно тянет за собой цивилизацию. Начинает разрушаться образование, воспитание, уровень социального общения. Размывается понятие ответственности. Перестают соблюдаться законы. Для того, чтобы выполнить обещание, нужно иметь силы. Я пообещал кому-то что-то сделать. Сейчас мне это делать легко. А завтра ситуация изменилась, и сделать это гораздо труднее. Значит, я должен чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться и где-то затратить больше усилий. Чем меньше мое желание зависит от окружающей среды, тем больше я развиваюсь как личность. Человек безответственный – это всегда предатель, потому что он не может выдержать свое внутреннее состояние, сохранить его. Потребитель всегда зависим. Поэтому потребитель всегда тяготеет к предательству, безответственности. Что мы и видим в современном мире. Постепенно нарушаются все правила, нормы, размывается грань человеческих отношений. Перестаем ориентироваться и понимать, где добро, где зло. И это ведет к естественному и безусловному, необходимому уровню общения, который называется рабовладельческим. Безответственный человек может существовать только в условиях жесткого принуждения и наказания. А тот уровень, который достигла цивилизация, подразумевает очень высокую ответственность. Поэтому, хотим мы или нет, но крича, переживая, не желая становиться рабами, протестуя против электронного рабства, мы не понимаем и не замечаем, что это рабство начинается не с гаджетов, не с пульта управления, не с компьютера. Это рабство начинается с падения культуры, с утраты веры. И какой вывод следует сделать? А вывод простой. Состояние религии в любом государстве и, соответственно, культуры воспитания являются показателем того, в каком направлении идет это общество. Будет оно возвращаться к феодализму и к рабовладельчеству, или оно будет гармоничным обществом? И какой строй мы не выберем, какие бы таблетки мы не предлагали, если нет энергии, организм не вытянет. Дайте обезьяне, игру, ставя обезьян, самую лучшую конституцию. Что будет? Ничего не изменится. Нужен менталитет, воспитание. Хотя, честно говоря, даже обезьян ответственность, в этом плане приношу извинения нашим животным, бедным, обезьян ответственность часто выше, чем у человека. Я приводил пример, как самец стая обезьян в критический момент, когда боролся за свой трон, так сказать, с молодыми самцами, прикрылся детенышем, после чего был разжалован, неизгнанный стадо. Никто ему ничего не сказал. Обезьяны речевым аппаратом не владеют. Но всем было понятно, он уже не вожак. Он остался в стае, он имеет право защищать стаю, но он не имеет права благотворять самок. Душевная слабость не должна размножаться в потомках. Это знают даже обезьяны. А у людей часто подлый, слабый, бессовестный, безнравственный человек продолжает управлять, ведя общество к гибели. И все это понимают. Но и соблюдение главных законов нравственных, к которым люди привыкают, приводит к тому, что перестаётся соблюдать законы административные и уголовные. Часто правители судят и оценивают только по уголовному закону, нарушен он уголовный кодекс или нет. А правитель, в первую очередь, оценится по нравственному закону. И в этом плане, когда мы видим правителей без семьи, гомосексуалистов, воровитых, продажных, говорить о счастливом будущем не приходится. Это невозможно. Идея Збигнева-Бжезинского, которое называлось «Убить булавкой слона», то есть подкупить верхушку государства и делать с ним всё, что хочешь, стало возможным только последние десятилетия с утратой веры и нравственности. В другое время такая схема бы не прошла. Мы даже не представляем, как тесно связано наше нравственное состояние с тем, что называется экономика и политика, с тем, что называется будущее страны и государства. Наше материалистическое мысление всё пристёгивает к телу. А тело – это поступок, и здесь работают уголовные законы. А человек – это не физическая оболочка только. Человек – это, в первую очередь, душа. А состояние души оценивается нравственными законами. И если мы игнорируем нравственные законы в оценке человека, опираясь на материалистическое мышление, то мы как раз и вернёмся в первобытный строй и опустимся ниже обезьян. Всё логично, всё просто и понятно. Система приоритетов. Сначала душа, потом сознание, потом тело. Когда мы наш дух сознания ставим на первое место, мы нарушаем систему приоритетов. Есть дерево, которое нужно посадить. Что важнее – корни, ствол или кроны. Важно всё. Но если мы дерево сажаем кроной вниз, то оно погибает, потому что нарушена система приоритетов. Сначала корни, потом ствол, потом крона. Корни засыпают со землёй. Дерево растёт. Сначала душа, потом всё остальное. У нас грубейшим образом нарушена система приоритетов. Почему? А потому что законы души, законы спасения души – это законы, в первую очередь, ответственности за неправильное поведение. Великий закон эволюции – неправильно себя идёшь – умираешь. Это и есть фактор развития. Развиваться не хочешь – уступи место другому. Если человек нарушает нравственный закон, разлагает свою душу, он неизбежно будет проблемы иметь и по судьбе, и по здоровью. Об этом и говорится в священных книгах. Конкретно, в Ветхом Завете у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. И всё это понимали, чувствовали. После того, как прочтение грехов стало нормой в храмах, тогда и началось красное разложение. Церковь, как фокушонка, выбросая из гнезда понятия Бога, Бог любящий, Бог страдающий, униженный, без силы, без справедливости. И это назвали любовью. Трагическое заблуждение. Для язычника Бог – это сила, для людей – Бог – это справедливость, для христианина – Бог – это любовь. Я повторял это, не осознавая, что эта формулировка чрезвычайно опасна и неверна. Потому что для язычника Бог – это сила, для людей – Бог – это и сила, и справедливость, но в первую очередь – справедливость. А для христианина – Бог – это сила, справедливость и любовь, но в первую очередь – любовь. То есть развитие – это не поднятие на каждую ступень, когда человек забывает о предыдущей ступени и отказывается от неё. Развитие – это расширение возможностей. Человек, вступая на новую ступень, как бы несёт себе все предыдущие. Пульсация. Неправильное представление мировых законов приводит человека в могилу, и цивилизацию тоже. Что такое прощение грехов? Это сатанизм. Христос говорил, что грехи прощаются у того, кто меняется. И его учение – это учение об изменении человека. И его заповеди – это заповеди, которые указывают, каким должен быть человек, каким должен быть характер человека любящего. А если человек не меняется, то прощение грехов является поощрением неправильного поведения, то есть уводит от Бога. А уж когда индульгенцию получает человек за будущее преступления, за прощение будущих преступлений, ну о какой тут вере говорить? По сути, последние 500 лет идет активный демонтаж понятия веры в Бога, и все это называется техническим прогрессом, научно-техническим. Но не будем вдаваться в нюансы. Вернемся к энергетической конструкции человека. Я, кстати, недавно общался с человеком, который занял ответственный пост. И он мне рассказал, как происходит неожиданная потеря энергии, которая может привести к тяжелым заболеваниям. Кстати, весьма показательно. Человек устраивается на работу. Это повышение. Это больше возможностей. Сплошные положительные эмоции. Он не знает о том, что там будет много новых ситуаций, неожиданных. А вот новая неожиданная ситуация – это стресс. И очень сильный стресс. Почему? Для того, чтобы управлять ситуацией, принять правильное решение, нужно создать модель, как себя вести, прочитать ситуацию, создать модель, аналогичную окружающему миру, которая развивается, меняется. Вот на создание такого образа понятийного уходит много энергии. Иногда очень много. Поэтому вот в сложной ситуации, когда человека пугают, когда у него идет бешеный выброс энергии для того, чтобы определить, что является опасностью, что делать, в таких случаях часто человек получает инфаркт. Так вот, человек получил новую должность. Отправился в отпуск через некоторое время. Раньше времени, потому что лето, договорился. И тут его звонят и вызывают. Умер сотрудник. И он на своей должности, так получается, должен взять на себя процесс организации. Нужно речь произнести. Нужно договориться о том, чтобы были организованы соответственные почести, потому что этот человек военный. Кажется, что здесь такого? А этот человек не привык произносить речи. Он не привык к официозу. То есть он делает все функции, которые ему не свойственны. А он человек исполнительный. И идет огромный расход энергии. Не 100%, а 500, 800, 1000, 1500. Потому что в новой неожиданной для себя ситуации нужно тратить в десятки раз больше энергии, чтобы правильно себя вести. Он все провел правильно, прочитал речь, ему были благодарны близкие того человека. А потом он говорил, что пришел домой и несколько суток лежал. Не было сил. До 30 лет, когда организм бурно развивается, перегрузки такие проходят без последствий, как правило. Но чем ниже общий уровень у людей, тем тяжелее последствия при стрессе, то есть при неконтролируемом расходе энергии. Я вам напомнил то, что я писал в книгах. Почему исполнительный человек не может быть начальником? Почему командующие в армии должны быть умными и ленивыми? А умными и энергичными только замы. Потому что человек очень ответственный, который хочет все сделать на 100%, в неожиданной ситуации сорвет себя и станет инвалидом. Или сорвет дело, которое ему поручили. Выполнять нужно не на 100%, а на 95%. Это является гарантией того, что мы не перегружаемся. А вообще, если пошло за 100%, то это долго не должно длиться. И нужно искать щадящие уровни решения проблемы. Не бодаваться с ситуацией, не бороться с судьбой, а положать на божественную волю, принимать решения. Мы все должны решать проблемы. И часто ситуация бывает неожиданной, непривычной. Сейчас меняется весь ритм жизни во всей Земле и во всем мире. И тот, кто понимает, что он не может выстроить 100% окружающий мир так, как он хочет, тот, у кого есть понимание принятия божественной воли, то у этого человека все получается. И он сохраняет здоровье. Это один из итальянских режиссеров великих говорил. Я начинаю фильм, у меня есть определенный план, сценарий. Но никогда фильм не получится так, как я хочу. Будут вмешиваться самые необычные, неожиданные факторы. Случаи, характер, поведение артиста, все что угодно. И я должен приспособиться к тому, что дает мне судьба, и сделать нечто среднее между тем, что я хочу, и тем, что получается в реальности. Если я буду жестко пытаться выстроить то, что я хочу, у меня фильма не получится. А фильм будет гораздо глубже и интереснее, если я буду учитывать непредсказуемые факторы. Если я полностью положусь на них и перестану вмешиваться, это будет другая слабость. Фильма тоже не будет. По сути дела он говорил о том, чему учил Иисус Христос. Богу Богову, Кесаре, Кесаре. Нужно уметь жить в двух логиках. И не возводить человеческие качества в крайность. Во всем должна быть диалектика. Если аккуратность, то до определенных пределов. Если исполнительность, то до определенных пределов. Потому что человек предполагает, а Бог располагает. Капитаны кораблей никогда не говорят, я буду такого-то числа востолько-то. Они говорят, по графику мы должны быть востолько. Пилоты самолета говорят, мы должны прилететь, скажем, около восьми вечера. Мне понравилось, как знакомый он сказал, в Аравском мире, там просто сообщает пилот. Мы будем восемь вечера, иншаллах, на то воле Аллаха. И вот, соответственно, ей мы будем на месте. Мы планируем быть восемь. Кажется, всего одно добавленное слово. Но оно выстраивает энергетическую конструкцию правильно. Когда человек говорит, я приведу самолет восемь, десять вечера. Это он лично приведет. И когда это проходит подсознание, то уже он управляет не только внешними факторами, но и внутренними. Он начинает бороться со всей Вселенной. Ну а дальше проблема. Поэтому непонимание того, что человек – существо энергетическое, что энергия связана с нашими чувствами, нашими целями, непонимание этого приводит к тому, что мы начинаем нарушать высшие законы, а потом удивляемся, почему разваливается государство, почему начинаются войны, почему мы болеем и умираем. Не случайно главный вопрос любой философии и религии звучит просто. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Мы хотим построить гармоничное государство, но не знаем, как выглядит гармоничный человек. Государство, кстати, состоит из людей. Но многие этого пока не понимают. Но, наверное, наступает то время, когда нужно задуматься, понять и сделать. Как говорил Черчилль, сильный к неприятностям относится как к возможностям. Слабый к возможностям относится как к неприятностям. Пессимизм как защитная реакция уйдет тогда, когда оптимизм будет подкреплен знаниями законов вселенских, нравственностью, верой и ручей к любовью. Тогда все сложится. Продолжение следует... Продолжение следует...